Споры о том, отпускать ли сирот за рубеж, не утихают в России. Одна из проблем в том, что до сих пор не существует единого, признанного всеми государствами закона, регламентирующего процесс усыновления детей иностранцами. Например, у шведов, которые у нас такие прохладные скандинавы, у них в инструкции написано, вы должны за день не меньше десяти раз обнять этого ребенка. И они честные, скандинавские шведы, они десять раз, я не знаю, считают они или нет, но они это знают, потому что нам так надо. У американцев к общим требованиям прилагается специальная анкета. Может ли кандидат в усыновителя поднять вес больше 25 килограмм, потому что ему надо быть матерью. Может ли без угрозы для здоровья он наклоняться многократно в течение дня. По жестким израильским законам усыновитель не должен быть старше 49 лет. К тому же необходимо медицинское заключение о том, что он своих детей иметь не может. Но и это не все. Процесс усыновления требует, чтобы родители исповедовали одну и ту же религию. Не обязательно иудаизм, это могут быть и христиане. Но если в паре один иудей, а другой христианин, то усыновление невозможно. И это проблема для выходцев из бывшего Советского Союза. Еще одна проблема – фирмы-посредники, которые делали в России большие деньги на помощь в усыновлении. Парламентарии уже начали обсуждать закон, который запретил бы любую оплату усыновления и пекунства. Штраф нарушителям до 1 миллиона рублей.